Уважаемые депутаты, товарищи, друзья, поздравляю всех награжденных, но считаю самой высокой общей наградой будет наша победа на том фронте, где нам объявили войну натовцы и американцы, англосаксы, всему русскому миру. На 25-м Всемирном народном соборе, Русском соборе, президент выступая, особо подчеркнул, что речь идет о национально-освободительной борьбе и мы обязаны победить. Я считаю, что наша Государственная Дума за последние два года сделала немало для успеха на фронтах, для подъема нашей науки и образования, для поддержки военно-промышленных комплексов и всех ребят, которые мужественно и достойно сражаются на фронте. Еще раз хочу поклониться всем, кто защищает нашу Родину, поблагодарить наш штаб протестных действий во главе с Кашиным, всех наших депутатов и руководителей, которые отправили на фронт 119 конвоев, 120-й, мы отправим 25-го новогодний, 16 тысяч приняли детей и продолжаем настойчиво проводить линию по укреплению нашей государственности. Никого не хочу огорчать в этот день, но как человек, который по дням изучал историю нашей державы и горжусь, что я живу в такой великой и прекрасной стране, как Россия, обратить ваше внимание на ряд закономерностей, не понимая которых мы не сумеем эффективно провести непрезидентские выборы, не выйти из того тупика, куда нас загнали те же самые американцы в 91-м и 93-м. Возьмите правды из Советской России на ваш электронный адрес. Сегодня отправлено мое реальное обращение ко всем гражданам страны, уроки 93-го и время сделать выводы. Просто прошу вас внимательно почитать, потому что я испытал весь страх и ужас, одновременно чувство страшного поражения, после того, как расстреляли советскую власть, протащили танковую конституцию, организовали выборы не по закону. Но, несмотря на это, мы пошли, потому что надо было спасать страну, которую хотели натовским сапогом отправить окончательно. Повнимательнее. Повнимательнее. Хоть обратите внимание, что наша держава, и президент в последнее время каждый раз это повторяет, стоит на четырех опорах. Прежде всего, сильной, образованной, хорошо подготовленной исполнительной власти, высокой духовности, чувства справедливости и коллективизма. Когда власть опиралась на эти основы, то мы достигали выдающихся успехов. Но история парламентаризма не ограничивается последними годами. Когда я изучал, как работали князья и думские диаки, я был поражен, еще начиная с родоплеменных отношений, коллективные формы контроля за исполнительной властью были удивительны и очень эффективны. К ним прислушались самые жесткие и крутые государи. Когда помещики Курской области пожаловались Петру Великому, что много беглых на Дон, он издал указ вернуться. Казачий круг в течение суток обсуждал и ответил жесткому государю одной фразой «Беглых с Дону выдачи нет». Никого не отдали. Впервые свод законов, а точнее Конституции, по предложению графа Спиранского, был утвержден манифестом Николая I в 1833 году. Но коренные изменения внес уже Николай II после поражения в русско-японской войне и первой русской революции. Издал вышедший манифест всего три пункта. Первый гласил, что будет дума и гарантированы свободы. Второй, что все законы, которые он будет подписывать, обязательно пройдут через народный контроль и думу. И третий, повелеваю исполнительной власти строго следовать этим законам и быть под контролем народных избранников. Но как только народные избранники открыли род, что несправедливо распределена земля и надо, чтобы те, кто на ней трудится, владел прежде всего, через 72 дня эту думу разогнали. Вторая дума просуществовала всего три с половиной месяца. Как только они заявили, что надо навести элементарный порядок вокруг царя, их обвинили в том, что они делают подкоп под государя и сто разогнали. Третья дума отработала срок, но не уберегла ни от мировой войны, не внесла закон об всеобщем начальном образовании. И с началом войны ее приостановили. А когда лидеры думской фракции 6-ти, это назывался прогрессивный блок, 5 большевиков уже в это время были осуждены и сосланы в Сибирь, когда они пришли к царю в середине декабря, вот в эти дни 16-го года, заявили следующее. Слушайтесь, государь империя распадается, армия дезертирует, промышленность останавливается, транспорт парализован. Давайте вместе сформируем правительство, способное остановить этот распад, иначе на всех ждет крах. Царь соглашается, через три дня его дома укатали, и все закончилось тем, что он отказался. Если вы откроете самую желтую газету в январе 17-го года, нигде нет ни одного слова, что в феврале будет та революция февральская, которая свергла царя, и, кстати, его арестовали вместе с семьей по указу тех же самых буржуазных фракций. А посмотрите на временное правительство, вы просто ахнете. Только министр железнодорожного транспорта не был масоном. Стопроцентное масонское правительство, которое сдало Российскую империю, разорвали в клочья. Спасла ленинско-сталинская модернизация. Мирно на съезде. Если вы почитаете Первую Конституцию, это просто вызывает восторг. Уже в 2018 году в декабре был принят Трудовой кодекс. Впервые человечество услышало. Восьмичасовой рабочий день, декретный отпуск женщины. Все гарантировано, все абсолютно. В условиях начинающей гражданской войны еще и казна была пуста. Протянули руку всем, кто жил в стране. И затем приняли уникальные решения, когда индустриализация закрутилась на полную мощь. Сталинская Конституция, индустриализация, культурная революция, общая грамотность, полная мобилизация. И к 41-м мы оказались ведущей державой мира, иначе бы не выдержать. А Брежневская Конституция, откройте анализ и посмотрите. Ни одного отрицательного отзыва. Все человечество признало самым совершенным документом, гарантирующих все мыслимые и немыслимые права. Ведь фантастика. Кстати, обсуждали полгода. В 110 статей было внесены поправки из 172. Вообще это был народный документ, очень важный документ. Но еще раз подчеркиваю, Конституции живут, если исполнитель власть показывает пример, как это реализуется. А когда Горбачева и Ельцина в этом вареве готовили новую Конституцию, сегодня Шахрай на Первом канале дал интервью, сказал бы, кто и где ее писал. Ее писали в Австрии, во Франции, в Америке. Они списали весь раздел исполнительной власти, выбросив все контрольные функции. И тем не менее, она не спасла ни от чего. Ни от дефолта, ни от чеченской бойни, ни от этой жуткой войны, которую развязали на Кавказе. Она не спасла ни от чего. И в мае 1999 года Дума вынуждена была объявить импичмент. Царство Небесное Виктору Ильюхину и Филимонову Вадиму. Они вносили. Я им вынужден был давать охрану, чтобы их не прибили, чтобы они ларили. Восемь лидеров фракции выступали. Моей только книжки осталось. С остальной уничтожили. И тут в архиве есть. Все до единого признали тот курс и политику абсолютно преступной и недопустимой для страны. Все до единого. Ни одного не сказали доброго слова. Президент решил исправить в 2020 году. Я приветствовал полностью. Мы внесли 15 базовых поправок из 108 других. Ходил и вас упрашивал, уговаривал. Неизбежно это придется делать. Неизбежно. Добавьте минутку. Почему? Добавьте минутку. Потому что 15 поправок возвращали нам полный суверенитет. Если вы послушаете президента, в том числе и его программной установки, он видит величие России на основе суверенитета и самодостаточности. У нас для этого есть все необходимое. Но наши поправки гласили, все недра должны работать на каждого, а не на 15 карманов олигархов. По этой конституции 25 олигархов захватили ровно столько, сколько весит наш бюджет и не хотят платить нормальные налоги. Давно пора. Только они в мире не платят нормальные налоги. Богачи и все остальные давно сообразили, что раскол в обществе приводит к большой беде. По этой поправке мы бы вернули нормальный пенсионный возраст, страна бы перестала вымирать. Мы гарантировали бы детям полноценное образование и первое рабочее место. Мы бы с вами все сделали для того, чтобы страна была сильной, грамотной и уважаемой. Сегодня война опалила, опалила. Сегодня правда и мужество куются там ребятами, своей кровью, своей храбростью, достоинством. Не случайно президент в первую очередь их награждал. Но нам надо проявить свою волю, мужество и достоинство, чтобы продолжить ремонт этой танковой конституции. Мы заслужили такой, который народ будет любить, уважать. Страна будет самой сильной, мудрой и действительно суверенной и независимой. Удачи всем.